Карпаты приносят жертву гидроэлектростанциям. Об этом предупреждают защитники природы. В планах властей возвести в Закарпатской, Ивано-Франковской, Черновицкой областях несколько сотен таких ГЭС. Протестовали гуцулы с бубном, трымбитой и трубой. Лебединую песню Карпат слышала Ирина Ромалийская. Посреди Карпатских гор недалеко от села Цемброня должна вырасти мини-гидроэлектростанция, но местные категорически против. Ставят гребли, будуют трубы. Грязные трубы мы не знаем, звідки их привезли. Якщо идея великого станции, стоит генератор, мы прекрасно розуміємо, это великий механизм. Без масла, без смазки, вы не крутиться не будете. Это означает, что вся смазка пьет в воду. Реки в Карпатах и без того мелеют. Горцы побаиваются. Так называемые деривационные ГЭС, то есть когда воду направляют по трубам, уничтожат то, что еще осталось. Не такие уж станции страшные, как их рисуют, уверяют чиновники и перечисляют выгоды. Это уже под Министерством экологии бунтуют защитники карпатских рек. Для пущей убедительности принесли фотографии. Видите, какие хорошие очки, так? А что с них мы имеем? Они просто сковываются в трубах. У Карпатах место только таким трубам. Фактически это возникает средовое существование всех водных, всех тварин. Скажем, в Карпатах мешкают 14 водородов рыб, занесенных до червоных них в Украине. Відповедно, все они снегают после всего. Исчезнет уверенные участники акции протеста и карпатский колорит – речные сплавы. Пикетчики опасаются, что на таких вот каяках уже нельзя будет путешествовать по Закарпатским речкам. И сплавляться можно будет, но разве что по министерским лестницам. Оружие недовольных символичное – труба, тримбита с бубном и гуцульские песни. Под песенным натиском чиновники пали. Организаторов акции пригласили в кабинеты и в который раз пообещали сделать все до построительства малых ГЭС остановить. Ну или приостановить, как сделали в Дземброне. Ирина Ромарейская, Наталья Фармус, Роман Рамус и Тарас Ливанкев. События. Спасибо. 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 Спасибо.